здравствуйте дорогие друзья с вами цветочный сад и я Наталья сегодня 5 февраля 2023 года я снимаю это видео для своего архива съемка была в прошлом году в 2022 именно 5 февраля и хочу посмотреть ростовку того года и этого года в прошлом году мы все успели собрать все вовремя даже последний конечно сбор был более позднего сорта это у нас была супермодель и фабио снимала я где-то их наверное 5-4 марта но все было продано все было замечательно в этом году конечно не все те сорта которые брала в прошлом году всего наверное 6 сортов с которым мы можем сравниться тюльпаны 22 года и 23 года но перед тем как пойдет сравнением покажу небольшую проблему как мы ее решили и так друзья особенно в середине и внизу вот видите вот эти пятнышки я не знаю это начало топпинга или так и начинает лист плакать ничего я как тут про это и не слышала в основном топпинг это когда трескается лист но я думаю то же самое начало которое дает знать что нужно принимать действия конкретные здесь просто не было хорошего обмена воздуха вроде вентилятор работает но поверх итак друзья что мы предприняли у нас здесь есть приточка посмотрите вот этот мой кордон ты конечно прикрыли таких у меня три точек здесь три прям по линии теплицы а почему именно кордон к прикрыта чтобы никого не блок холодный ветер потому что оттуда все равно минус бывает до минус 15 и он этот кордон карасеют и уходит по сторонам и таким образом не вредит тюльпану и еще мы добавили вентилятор в середину вентиляторов мало не бывает то есть много не бывает то же самое вот середину почему потому что там то у меня все-таки два вентилятора на обе стороны и там и там развеяли вот эти вот здесь как такой проблем нет плюс здесь вот форточка сейчас нас температура феврале не очень большая на улице у нас все открыто все окна двери открываем и даже вот эту дверь я открываю вот сегодня была вот эта дверь открыта вот эта дверь до половины была открыта так как хоть и солнышка нету а все равно до 17 градусов температура дошла и что характерно друзья мои я все время не могла понять почему у меня показывает влажность 63 64 а вот эти пятна пошли потом я пришла очень рано утром я так не ходила все муж ходил все включится нормально но здесь за ночь просто-напросто вот этот вот поэтому низу обмен воздуха был плохой корочки были практически закрыты нам что же температура в минус 15 было на улице мы закрываем и сразу мы открыли значит приточку и вентилятор учили все решил с проблемам буквально проверяю везде вот таким вот внизу особенно влажность сейчас мы включим вот смотрим практически здесь не поднимается и я и ночью мне ночью а ну утром как утром часов 6 придешь посмотришь влажность вот на таком уровне ну самый большой бывает 63 64 везде пройдусь с этим прибором а так и днем 58 56 вообще влажности нет поэтому я была в растерянности господь бошты как же так получается влажность низкая но я ночью не смотрела ночью смотрю влажность по верху здесь вот внизу по низу практически влажность я не смотрела здесь просто было застой воздуха застой воздух это тоже теплый воздух он отсюда очень медленно уходил и поэтому вот это все проявилось это проявилось там у меня буллит и еще проявилась на колумбусе давайте покажу вот колумбус просто буллите более видно он матовались здесь он на камеру не знаю как дается нет вот эти вот капельки но они не поплыли так они остались но со временем это сгладится почему говоришь со временем сгладится потому что я брала вот этот вот антарктика файл увидите этот побольше этот поменьше почему потому что этот на 15 числа поставила его на раствор и поставила в теплое помещение и сразу же может не сразу где-то через неделю потому что там нет вентиляции такой думаю там один вентилятор но это мало такого вот свежего притока воздуха практически не было и вот он был очень много весь в пятнах теперь эти пятна практически незаметно если обратите внимание вот видите мы такой бледненькая стала была такая же ярко как и на тех но со временем я думаю что эта проблема решится и думаю что нет проблемы так как я выгоняю на ядропонике второй год тюльпан конечно мне это все хожу смотрю конечно расслабилась в этом году не так я смотрю вроде все муж смотрит этот я пропустил момент посмотреть ну думаю вижу влажно 64 то что у нас же в два ряда этот низ внизу все равно этот был застой воздуха и вот мы сразу же открыли может это у нас при . слава богу она есть вот так вот даже видно открыли вентилятор добавили и теперь вот я где везде прохожу везде так свежо и хорошо и вообще люблю свежий воздух и не жаркие я люблю более прохладный воздух и все вроде бы хорошо все растет все замечательно ну что пойдем теперь для сравнения друзья мои вот единство что вот фирстар в этом году он есть ведь какие-то выскочки прошлом году такого не было мало совсем в этом году выскочки и становится уже на ногу думаю что его будем снимать раньше чем в прошлом году и я его конечно не помню не имеем это не дошла до измерения фирстар просто не дошла когда смотрела видео пересматривал прошлый год фирстар не помню ну в принципе он приблизительно такой же был размер итак друзья ну поэтому чтобы вы были корректным я не буду его мерить поверим то что у меня было бы у нас ньюсанта который 5 февраля было 8 и 12 сантиметров вот она ньюсанта посмотрим что у нас здесь это самый большой я мерю как в прошлом году также 12 и маленькая ой как неудобно мне 10 в принципе все так же 12 сантиметров одинаково был посажен накол в ящик я тоже не помню где-то наверно 24 декабря но на раствор был поставлен 15 января а температура была поднята у всех одинаково на плюс 12 22 января ну укренение подольше но я думаю что от того что стоял на воде там на растворе при плюс 5 градусов дольше чем обычно думаю ничего страшного почему потому что что охлаждал я прошлом году плюс 5 градусов плюс 6 старалась ни больше ни меньше холодильника не было мы делись этим тюльпаном в вороже вот такая была ситуация в этом году попроще есть в холодильник и так ньюсанта так как в прошлом году дальше нравится бурит растет бурит прелесть весь ровненький как будто его прям подстригли там такой хороший ну в принципе то не все у меня такие хорошие и они вандер мост тоже смотрите как вы прям ровненький если так вот смотреть то все идет по плану так что у нас тут еще посмотрим так колумбус в прошлом году колумбус у нас был 10-12 в этом году колумбус в этом году колумбус от 16 поменьше где-то не даже не знаю 12 нет даже больше 14 колумбус по повыше но повыше то мне за в затенении друзья мои сейчас посмотрим это колумбус у меня он который не в затенении 14 сантиметров и 12 но все равно побольше там был 10-12 даже 12-14 в тени вот уже видно что он сейчас как-то отойти мне показать вот это у нас верхний этаж а вот нижний затенение все-таки свое дает он повыше потому что в прошлом году у меня не было 50 сантиметров были небольшие экземпляры а так 45 47 43 ну все говорят 50 но у меня в прошлом году в нарядном выращивании не было 50 сантиметров больше было меньше всего так ну сейчас я заодно уж тут иду чтобы не хотите времени тратить показать вам это адрэм а вот посмотрите какой роман эльпайл уже на ногу стал нога у него ну вот вообще смотрите какая толстенная вот тут вот цветок уже вот где думаю что он хоть и поздний но наверное слезка будет не совсем уж и поздняя но это хорошо есть где хранить голову не как говорится не морочит и вот роман эльпайл вот тут тоже у меня на втором этаже почему я сюда их поставлю потому что поздний сорт все равно верхний этаж он потеплее и вот этот у меня забыла тоже поздний сорт название не помню потом посмотрим название барселона барселона все вспомнила барселона знаете еще тут в этом тоже ряду покажу вам какой-то интересный сорт чтобы показывать он был как в трубочку да и это у нас purple princess и в разные стороны в принципе когда вот такой лист идет вверх ровненький если он только не развалится то его хорошо сделать из него куклу то есть упаковывать тюльпан когда развалится лист не как тяжело он и ломается и подрывается от листочек так ну по сорта мы будем после их когда будет зацветать небольшие обзорчики я стараюсь сделать итак стронгол на верхнем этаже у нас и посмотрим значит у нас самый маленький 10 ну самую большую выскочку я не буду а вот сам основные где-то 13 а в прошлом году стронгол был 9-10 чуть-чуть повыше ну развить идет нормально только не знаю в прошлом году мне кажется был более правнее а сейчас он такой какой-то эти кривенько кривенько растет но думаю все нормально так лапток в прошлом году в это время вот уже становился на ногу уже была видна нога в этом году ноги нет но он ранее он все равно спеть я в прошлом году 18 февраля снимал в этом году чуточку попозже и был уже у него весь ровный 20 сантиметров но здесь видно что его нет 20 сантиметров но это самый большой вот который тут может быть не то 18 а маленький у нас идет так сколько у нас где-то 10 сантиметров но это быстро разорвется и быстро снимется так что мне даже лучше чуть-чуть похоже как они говорят ранее он действительно вместе посаживать с лаптопом уже становится на ногу вот этот ну все равно не знаю может быть и также снимется вместо лаптопа кунфу раньше времени но еще мне на ногу становится вот этот его оранжевый сейчас мы прочтем дельта шторм прям становится уже на ногу видите прям весь 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 скоро скоро уже будет на ноге средний ну вот так единственно друзья мои ну это на ногу будет арктика фаер который стоял у меня в тепле с 15 потом я его переставил переставил сюда с 22 на 12 плюс а этот последний который стоял здесь этот становится уже на ногу чуть чуть пораньше этот полточек зацветет что еще вам показать ну в общем я хочу сказать что если сравнить с прошлым годом 20-22 и это 20-23 все идет в норме и хотел вот этот вам говорит что ядрополька эта вещь хорошая на ней выращивать легко самое главное побольше вентиляции чтобы везде у нас гулял воздух вот заходите в теплицу и ощущение тепла и духоты ощущение свежести тогда будет все замечательно и здесь вот этот сорт я прочитал этот паховый белый должен быть вроде бы ранее но развивается как поздний ну что еще ну все друзья мои до встреч теперь